В микрорайоне Купеленка продолжаются восстановительные работы на очистных сооружениях. Видновское ПТО городского хозяйства в соцсетях и на месте отчитывается перед жителями об этапах выполненных работ. Уже закончен монтаж и запущена вторая группа воздуходувов, подающих сжатый воздух в рабочий аэротэнк. Для того, чтобы вылечить систему, более-менее, если нормальный вид, там нужна реконструкция, и мы ее сделаем. Буквально в понедельник вчера подписан договор о реконструкции уже со стороны застройщиков. Здесь, что предполагается, строительство капитальных куполов, то есть не куполов уже такого вида, как шатры, а закрытые помещения полностью. Кирпич, бетон, я не знаю, что там будет, но капитальное сооружение. Ну не дерево, да? Это, смотрите, деревянные какие-то балки привезли. Нет, это другое. Если хотите, я сейчас расскажу про балки деревянные. Также стоит отметить, что муниципальным предприятием заключен договор с Роспотребнадзором на контроль и химическое исследование атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны очистных сооружений. Уже сейчас заметна положительная динамика. С 24-го числа у нас концентрация сероводорода в воздухе была выше нормы 2, примерно 4, по-моему, раза, если не ошибаюсь. 7-го мая полтора раза зафиксировано. Это с подветренной стороны. Сотрудники администрации предупреждают жителей, что в те дни, когда будет происходить откачка и вывоз осадка, неизбежно будет возникать неприятный запах. Об этом будут сообщать в официальных аккаунтах в соцсетях. Там действительно вот то, что эти стоки прямые туда идут, там их несколько лет не откачивали независимые водоканалы, и они теперь пытаются все это привести в нормальное рабочее состояние, будут откачивать. Работы продолжаются. Мы следим за развитием событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова